Всем доброй ночи! Я хочу подарить своим зрителям один очень необычный, очень уникальный, интересный ритуал. Я уже говорила о том, что такое сон, точнее, сновидение. Когда мы засыпаем, в состоянии глубокого сна наша душа выходит в астральный мир и путешествует там. Мы часто встречаем там своих близких, родных, ушедших и живых, и тех, которых мы знаем, и тех, которых мы не знаем. Нам может сниться всё, что угодно, и кто угодно. Это астральный мир, астральные путешествия, и мы там встречаемся с их душами. Когда человека кто-то будет, то за пару мгновений душа возвращается обратно, и человек просыпается. Когда за человеком гонятся определённые астральные сущности, которых очень много в этих астральных мирах, то душа убегает в тело. Это единственное безопасное место, где он может спрятаться. И поэтому у нас бывает ощущение иногда, что мы падаем из обрыва где-то, куда-то, сразу вздрагиваем и просыпаемся. Это как раз те моменты, когда наша душа падает в наше тело. Но нам кажется, что мы упали с обрыва. Сон – весьма интересная часть жизни человека. Во сне мы летаем, во сне мы чувствуем даже запахи, ощущаем, как в реальности людей. Очень много бывает вещих снов за жизнь человека. Много бывает снов, которые всю жизнь запоминаются. Какое-то необычное состояние души. И бывают сны, когда ты видишь, например, дома, замки, что-то такое, и тебе кажется, что это твой родной дом, и что это тебе очень знакомо, да поле знакомо. Я уже объясняла, что до того, как родиться в этот мир, мы были сущности с вами, мы были души. Вот точно так же, как нам иногда виднеются они, да, являются. Может быть, когда-то, много веков назад, мы с вами кому-то являлись, когда были ещё душой. Память души сохраняется глубоко в подсознании. Поэтому иногда нам кажется, что мы были в этих местах. Это дежавю называется на языке психиатров. Повторные картины. Иногда кажется, что мы это слышали. Иногда во сне нам кажется, что мы эти места знаем. То есть мы во сне, выходя из своего тела, путешествуем по тем местам, которые нам знакомы. Нас эта сила ведёт в те места, или мы сами подсознательно идём в эти места, где мы уже были душой. Когда мы с вами были сущностей души, мы точно так же понимали, осознавали. И мы осознавали, что мы души, что мы бестелесные существа. Мы ждали своей очереди, чтобы родиться в этом мире. То есть хочу сказать, что приобретённые знания ещё до жизни нашей, они остались в нашем подсознании. Со всеми этими знаниями, талантами мы родились в этот мир. Иногда говорят некоторые, да, вот, реинкарнация, память души, мы помним эти места. Вот это и есть, собственно говоря, память души, которая выдаётся ошибочно за реинкарнацию и перерождение, поскольку нет реинкарнации. Я уже об этом снимала, видео «Реинкарнация миф», и я там разложила по полкам, почему нет реинкарнации и не было, не существовало. Потому что очень много, миллиардов душ ждут своего времени рождения. Почему мы рождаемся в этом мире, а нас тянет в средневековье или какие-то другие века, или в какие-то другие страны. Или со временем человек, знаете, так собирается, переезжает в другую страну и чувствует себя просто там комфортно. Вот его место он себя нашёл там. Потому что его душа, его сущность была там, жила там ещё до рождения в этом мире. Поэтому он вернулся в то место, где он чувствовал себя хорошо, где это его место, даже если народ ему как бы чужеродный по крови, но он чувствует себя среди них своим. Ему нравится. Это не означает, что он когда-то был рождён там, или его душа реинкарнировала. Нет, это означает, что когда душа, то есть человек был ещё душой и сущностью, он просто в этих местах обитал. Поэтому ему нравится там. Есть люди, которые видят во сне свою половинку, то есть человека, которого они ждали всю жизнь, о котором мечтали, словно знают этого человека. Но так всю жизнь его и не встречают. Это значит, что человек родился до них, умер, и так они и не встретились в этом мире. Поэтому человека тянет в те века, ему кажется, что там было как-то по-другому. Потому что в подсознании память души знает о том, что когда-то его любимый тогда родился и жил в тех веках. Души, которым даны особые привилегии, рождаются вместе в этом мире, встречаются. И поэтому мы говорим, словно я знаю тебя всю жизнь. Такие пары образуются на всю жизнь. Если вы заметили, есть пары, которые 50, 60, 70 лет вместе и друг за другом уходят, и очень счастливы. И даже, чтобы пожениться, им не нужно совершенно, скажем так, долго встречаться. Когда Ростропович и Галина Вишневская поженились, они были знакомы всего три дня. Когда у Ростроповича спросили, скажите, а вы не пожалели, что вот так рано приняли решение и как бы создали с ней семью? Он сказал, я очень пожалел, что потерял три дня. Понимаете, вот это и говорит о памяти души. И это говорит о том, что существует духовный мир, что существует иной план, что существует тонкий план, что существует не просто сновидение, а жизнь в этих сновидениях и путешествие души по этим сновидениям. Когда человек засыпает в состоянии глубокого сна, выходит его душа вместе со стражником, с некой силой, которая сопровождает его по этим астральным мирам и возвращает обратно в тело. Люди говорят, самая благословенная смерть – это уснуть и не проснуться. А на самом деле это самая страшная смерть, потому что душу человека не пустили обратно. И он будет долго мучиться и не понимать, что он умер и ушел. Потому что он будет стремиться вернуться в свое тело, а тело уже умерло и захоронено. Понимаете? Так что это самая страшная смерть, а не хорошая смерть. Почему сопровождает эта сила? Потому что эта сила имеет определенный четкий план. Человек должен жить столько лет в этом мире, поэтому до этого нужно делать все, чтобы он возвращался в свое тело все время. То есть эта сила следит за тем, чтобы человек вернулся в свое тело. Если он не будет сопровождать, то человек может остаться в этих мирах, он может там запутаться, его могут поймать и не пустить. Именно поэтому эти всякие выходы в астральные сферы, вот это баловство всем этим, очень чревато и опасно, потому что когда душа сама выходит, стражника может не быть рядом. Потому что у стражника есть определенная функция сопровождать душу в то время, когда согласно правилам мироздания, душа вправе выйти и путешествовать по этим мирам. А когда нету такого права, когда это самодеятельность, когда это желание воли, воля самого человека, то этой силой сопровождающей может не быть. И человек, вернувшись с этих астральных путешествий, может вернуться психически неуравновешенным. уже искалеченным, может вернуться совершенно другим человеком, а может не вернуться. А может вернуться неполноценным, и его душа всё время будет в таком, знаете, состоянии между миров, а это уже сумасшествие, это уже очень страшные последствия искалеченности внутреннего мира из-за вот таких вот глупых экспериментов. Поэтому не стоит, не зная всю эту систему, туда лезть. В данный момент я хочу вам подарить ритуал, если вы желаете сниться любимому человеку, если вы желаете, чтобы он, по-моему, тосковал. Для чего это делается? Если человек действительно к вам неравнодушен, но что-то мешает ему осознать это, то вот эти сны с вашим присутствием его натолкнут на мысль, что он без вас жить не может. Его эта трусость, нерешимость уйдёт. Он почувствует, что действительно этот человек мне необходим. То есть вы таким образом и себе, и ему показываете, нужны ли вам эти отношения. Потому что я говорила своё мнение, свои отношения по поводу вот этого всего. Мракобесия на сайтах «Верну любимого, верни привороты и присушка». Я говорила, что восстановление отношений, которые были прекращены мирозданием, весьма глупо и наивно. И там не будет никаких отношений восстановления. Это просто замануха для дураков. Но зрелый практик никогда не будет проводить ритуал восстановить разрушенные отношения, вернуть любимого, который кинул тебя обокрал, избил и ушёл, вернуть его. Это говорит о том, что люди, которые это делают, совершенно лишены самолюбия и самоуважения. А с такими людьми работать практик нормальный не будет. Но присниться, чтобы человек осознал и понял, что он вас любит, или если вы понимаете, что даже после этого он ничего не осознаёт и ничего в нём не просыпается, значит, это не тот человек. Советую не баловаться этим ритуалом и проводить этот ритуал только для того, чтобы, собственно говоря, присниться любимому человеку или присниться человеку, от которого вам нужен ответ. То есть это не только любовная магия. Это, скажем, можно применить и в случае, когда вы хотите понять человека, присниться ему, встретиться во сне и понять его, спросить, узнать, что он хочет от вас. Вам нужно будет взять две красные свечи, красную ткань, фотографию человека, на фотографии красными чернилами, то есть красной ручкой, написать то, что вы хотите узнать от него или то, что вы хотите внедрить ему в мозг. Например, «Скучай по мне, позвони мне, приходи ко мне, сделай то-то для меня» и так далее. И вам нужно поставить на стол полусладкое вино. То есть, да-да-да, полусладкое. Полусладкое красное вино. Красное или черное вино еще бывает из черного винограда. Вино оставляйте на столе. Свечи можно потушить. Фотографии, завернутые в красную материю, положить под подушку. И вы должны спать одни. Если вы будете рядом с кем-то спать, или с ребенком, или, естественно, с супругом, я даже не знаю, если вы на любимую проводите с супругом спать, как-то не очень этично. Но если у вас есть такой любимый, такой вариант, то вам нужно спать отдельно. И вы обязательно ему приснитесь. Он может вам присниться, может нет, но вы ему приснитесь. Через некоторое время люди, которым я давала этот ритуал, говорили, что мужчины в страхе звонили и говорили, скажи, ты точно не ведьма, ничего на меня не делаешь, а то ты мне снишься каждый день, как живая, как рядом сидишь. Бывают такие моменты, когда мужчина чувствует, это не просто сон, когда он чувствует ваш запах, касается вас. То есть он может открыть глаза, и ему покажется, что ты стоишь и смотришь на него. Он реально вот в этой эйфории, в этом состоянии между явью и сном не может понять, что на самом деле происходит с ним. То есть он не понимает, что творится, от чего это происходит, но это происходит. То есть если несколько раз провести этот ритуал и снится человеку периодически, в конце концов он не выдержит. И если он вас любит, он обязательно даст об этом знать и о себе. Если вы хотите чистоту эксперимента, то мой вам совет ему об этом не говорить. Пусть он об этом не знает, что вы что-либо проводили. Просто есть женщины, которым нравится обязательно говорить, им кажется, что им добавляет это, я не знаю, как-то чести больше добавляет или они этим хвастаться хотят. Это глупо. Свои секреты, тайны, привлекательности, притягательности разглашать не нужно. Это, как говорят, секрет фирмы. На этом и всё держится. Итак, красное вино, сладкое, две красные свечи, которые должны быть потушены после того, как прочитали. Красная материя, фотографии человека. На обратной стороне фотографии красной ручкой написать всё, что вы требуете от него. Прочитать 6 раз и лечь спать. Фотографии завернуть в ткань, положить под подушку, вино оставить на столе, утром можете вылить. Это вам, как откуп тем силам, духам, которые придут ночью, чтобы помочь вам, чтобы вы снились этому человеку. Естественно, вы это проводите перед сном, я думаю, что и так понятно. В любое время, перед сном, как вы собрались спать, тогда и проводите, хоть под утро. Итак, сквозь врата тёмные душа моя пройдёт, сквозь тьму и царство сна я обращаюсь к духам первородным с мольбою. О, силы древние, всемогущие, везде сущие, соедините мою душу с душой имя. Дыхание с дыханием, пусть я приснёс ему, и его душа наполнится тоскою по мне. Пусть чувствует мой запах, моё дыхание, словно видит меня наяву. О, царство сна, направь своих духов мне на подмогу. Скажу я шесть древних слов, и через те шесть слов воля их будет в моей власти, и желание моё исполнится. И приснёс я имя человека, как и желаю. Да будет так. Самды вараам инанна самтара вишнапс бакх. Это древние слова, которые я разглашать не могу и не стану. Не имеет значения. Что это, откуда это? Просто произносить. Итак, шесть раз читать этот заговор, потушить свечи, оставить вино на столе, завернуть красную материю, его фотографию, на которой на обратной стороне вы уже написали, что от него хотите, положить под подушку и лечь спать. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok